Всем привет, я Квас и это Planet Nomads. Да, давно я здесь не был. Я сразу хочу попросить у вас прощения за то, что сделал не очень правильные переходы музыкальные, и музыка по отношению к моему голосу слишком громкая, и я постарался в этот раз подтянуть звук моего голоса, громкость, и, собственно, понизить громкость музыки. Я надеюсь, что мне это удастся и все будет у нас замечательно. Так, с последнего раза поменялось очень многое в игре. Ну как многое? На самом деле немногое, но позитивчик-то появился. Во-первых, у нас появилась такая фишка, как показывает вес оборудования, то есть вот 750 килограмм, это будет в следующей части обновлений очень положительно сказываться на тачке. Кроме того, вот этот значок, он показывает центр массы, то есть вот у нас вся машина занимает почти 3 тонны. Вот. Таким образом можно будет определять, ну, опять-таки, в будущем, куда пойдет лишний крен при строительстве и тому подобное. Так что все это будет очень и очень круто. Кроме того, у нас появился новый, парочку новых блоков, они называются у нас дейтериевые генераторы. Есть маленький и большой разница, кроме как веса и мощности, в том числе и наличие и отсутствие конвейерной системы. То есть теперь можно будет нормально подключаться к общей системе и пусть оно, в общем-то, работает. Ну вот. Что я сейчас хочу сделать? Сейчас мы находимся с вами вот здесь. Я хочу долететь до дома. До дома. Вот. Потому что мы на севере были, на юге мы были. Хочу долететь до дома и построить, в общем-то, этот этериевый генератор. Перестроить вот эту тачку, потому что мне под одним из видео сказали, что я упираюсь в столь низкий потолок высот по той причине, что у меня вверх ногами вот эти вот установлены фиговины. Как помните, мы его перевернули случайно и вот пришлось вот так вот его шаманить. Ну вот. Соответственно, мы это все дело переделаем. Я его на эдэйтерии посажу. Пусть себе работает. Что у нас получается? У нас аккумулятор. Да? Аккумулятор весит 40 килограмм. Да? Сколько их получается? 6, 12. Это 480, да? Получается килограмм. У нас энергоустановка весит у общей сложности. И это выдает не так уж и много энергии на самом-то деле. Но, в принципе, этого хватает. А этот будет весить в 2 раза меньше и выдавать... Выдавать 1800, получается, энергии против 1200. Вот. То есть, как бы есть смысл заменить. Вот. Ну вот, как видите, я тут немножко поставил, где можно отдохнуть, для того, чтобы можно было накопать урана. Ну вот. А я хочу вот одну ночь еще провести. Поспим давай. Воу. Как классно все поворачивается. По-моему, что-то изменилось здесь. Ооо, как классно. Ооо, как классно. Это реально красиво. Так, хорошо. Как видите, у нас достаточно много накопалось. Сейчас мы это дело закинем в нашу тачку. И я боюсь, что у нас нет места достаточного. Вот. И я сейчас хочу так же накопать титан, чтобы его тоже было хоть жопы жуй. А нет, у нас есть место. Так, вот это мы надо использовать. Это у нас еще сообщение о Боридане. Так, отлично. Есть что еще не переведенное? Ну так, уже хорошо. Мне уже нравится. Уже нравится. Уже все красиво. Более-менее. Более-менее красиво. Это уже хорошо. Так, хорошо, давай. Это тоже скидываем. Монокорд. Потом почитаем, что он там понаписал. Еще одна адресная книга. Отлично. Так, хорошо. Ну давай, еще 16 часов поспим. Но тут я смотрю, как ярко ее ксель-моксель. Ну, отлично. В принципе, этого должно нам хватить. Поэтому мы сейчас это все дело. Разбираем. Тоже разбираем. 16 минут у нас на зарядку. Ну, в принципе, 3 часа на полет. Вполне себе нормально. Окей. Ой, как ему чувствуется тяжеловато стало, по-моему. Ну, ладно. Так. Так, так, так. Не, мне вот это нравится. Если дейтерио-реактор у нас есть, то нам нужно будет как-то замутить добычу дейтерио. Сам себе дейтерио достаточно легко отбывается. Он делается, точнее, дейтериевые стержни. Они делаются достаточно просто. Сейчас мы возьмем инфу немножко. Тихо. Ну вот. Делаются они достаточно просто. Из чистой воды. Ну вот. Поэтому. Это небольшая проблема будет. Ну вот. Чистая вода у нас делается из-за углерода. Так, где у нас? Вот он. Ну вот. Из-за углерода и грязной воды. Вроде так. Ну вот. То есть, грязную воду, помпу поставим. У нас есть рядом стоит эта горная машина. Она же Бур. Мы, соответственно, там будем углерод добывать. И все. И нормально. Я думаю, все будет у нас красиво в этом плане. Так. Нам нужно брать левее. И мы как раз таки прилетим до дому. Давай еще 10. Возьмем инфу. Блин, тут какая-то херня ходит, ребят. Я вообще без понятия. Агриться она не агриться. Да ну нафиг. Не хочу разбираться. Я хочу домой. Я уже хочу в свои тепличные условия. Просто пожить чуть-чуть. Так. Нам еще левее надо взять. Вот. Хочу уже достроить базу свою. Вот. И начать строить уже нормальное летательное оборудование. Ну, такое себе. Хотя вот один из подписчиков группы по данной игрушке говорил о том, что у него случился достаточно серьезный казус. Сам транспорт остался как бы на месте, но у него просто чисто текстура. Физическая модель пропала. То есть он был, он столько потратил времени на это строительство, столько ресурсов уж. Я об этом даже не говорю. И просто текстура есть, а транспорта, считай, нет. То есть это достаточно опасно строить такие серьезные проекты. И с учетом того, что игрушка достаточно в активном таком развитии сейчас находится, велик шанс тупо даже потерять сейвы. Что в общем-то тоже очень будет неприятно, когда ты построишь. Вот. Поэтому такие прям большие стройки, прям монументальные, я думаю, нужно отложить на некоторое время. Потому что разработчики говорят о скором введении блюпринтов. И это, соответственно, позволит сохранить ваши все архитектурные... Блин, как красиво, слушай. Ты посмотри, какая красота. Это очень необычно и очень красиво. Мне нравится. И я такого еще не видел. Ну вот. И блюпринты, они позволят сохранить все ваши вот эти сооружения, транспорт и тому подобное. В общем-то, в неизменном виде всегда можно будет это все дело достроить. Интересно будет посмотреть на реализацию этого, потому что в Space Engineers это был специальный модуль, который я включал в проекцию вашего блюпринта. И вы его просто отстраивали с помощью паяльника или с помощью модерновых инструментов типа нанитов и нанно-роботов. Мне вот как это будет реализовано здесь, даже интересно. Сейчас идет закрытое тестирование достаточно интересной игрушки, как мне кажется. Она пока в проекте, конечно. Называется Dual Universe. Вот, я о ней делал озвучку. Я сделаю ссылку на группу. Вы посмотрите, достаточно интересный такой замысел. Это что-то типа космических инженеров, только в онлайне и в очень массовом таком режиме. То есть там будет огромная планета. И она будет не одна, это будет огромная система солнечная. Вот. Вроде даже с двумя солнцами. Там можно будет построить все, что угодно. И главное, чтобы тебе хватило ресурсов и времени, и желания, в принципе. Вот. Там блюпринты будут выглядеть примерно следующим образом. Там будет ставиться определенный блок. Типа проектора. Ты в него закидываешь все необходимые ресурсы. Так, летим четко на базу. Вот. Закидываешь определенные ресурсы, которые необходимы для строительства. Я надеюсь, там будет список, а не то, что ты будешь думать, блин, сколько надо керамики или металла закинуть. Ну вот. И этот блок как бы потом каким-то образом... Эта механика еще просто не показывалась, только на словах это есть. Вот. Каким-то образом преобразуется в корабль или, может быть, в целый город. Целый город, это было бы прикольно. Другой вопрос. Как, в общем-то, эти блюпринты делать? То есть, нужно ли включить какой-нибудь режим творческий? Как, например, есть Planet Nomads или Space Engineers. С бесконечными ресурсами построить все, что ты хочешь. Это протестировать, если это какой-нибудь космический корабль. Типа, потянет он в космос или нет. Потому что в Dual Universe есть некоторая физика. Вот. Не сказал бы, что она ньютоновская или не ньютоновская физика. Но, тем не менее, она есть. Вот. Там зависит вес корабля, его тяговая мощность и возможность его подняться. Выше, так сказать, стратосферы. Вот. То есть, можно было бы в творческом режиме потестировать. А потом, в общем-то, перейти в онлайн режим. Поставить этот блюпринт и, в общем-то, начать копировать. Вот. Не знаю. Этого пока разработчики не говорят. Вот. Ну, в принципе, и самой механики, насколько я понял, еще как таковой нету. Она будет чуть позже. Вот. За игрой я слежу. Если у вас есть какая-то информация, делитесь. Вот. Ссылку на группу я вам скину. Где, в общем-то, мы все собираемся. Вот. Я думаю, что проект сживет. Единственное, что меня несколько расстраивает в этой игрушке, это то, что ее не купил и играешь, а она действует по подписке. То есть, как World of Warcraft. Каждый месяц там, или, может быть, каждые полгода, там, сколько паков купишь, столько-то она и будет доступна. Это не очень приятно. Я как-то вот люблю. Купил один раз, сыграешь. Вот. Либо в Free to Play, когда внутренние есть покупки, и ты их тупо не совершаешь и не донатишь. Ну, как-то мне такое ближе. Ну, ладно. Это еще надо дожить. А мы уже практически подъехали к нашей базе. Чувствуется прям родное все. Знакомые какие-то деревья. Прыгающие какашки. Появился наш маячок. Даже какая-то ачивка появилась. Дерево. Извините. Вот. Жалко, маячок издалеки. Издали не видно. Все-таки хотелось бы, чтобы его прямо видно было. Он, кстати, интересный. А вот... Его свет упирается в... Нет. Наша хрень ниже намного. Я думал, она упирается в какой-то потолок, в какой мы могли бы упереться. Ну, ладно. Пора приземляться. Как вы помните, у нас здесь есть... Ой, так тихо. У нас здесь уже построена некая система для перекачки ресурсов. Тихо. Перекачки. Для добычи ресурсов. Сейчас мы постараемся... Это все сделать. Нормально сел, да? Тихо. Тихо. Отлично. Хорошо. Заряжается, надеюсь, у нас все это дело. Заряжается. Ну да. Вот у нас схема тут рабочая. Типа... Я думаю... Он не доделан. Эта схема, кстати. Что? Странно. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Я хочу, знаете, что сделать? Я хочу сделать следующее. На самом деле... Мне кажется, это будет верное решение. Бля... Ну ладно. Сейчас мы это все дело... Соберем. Что я хочу сделать? Я хочу сделать следующее. Т-образное нужно мне. Вот такая. Хотя нет. Вот это... Так мы будем делать. Отлично. Смысл, в общем-то, здесь простой. Я прямо здесь сделаю схему по созданию дейтерия. То есть я для этого даже на базе не буду делать. Я прямо здесь начну это делать. Потому что у меня здесь же добывается кобальт, который необходим для переработки, в общем-то, воды и... Фу, для чистки воды. И, соответственно, мне нужно все здесь поставить. Для этого мне нужно поставить очистительный завод здесь же. И здесь же поставить... А, что у нас там очищает тут-то медстанция? Нет, вроде. Вот этот. Фат-генератор. Фат вот этот. Давай, еще 20. Да, что 20? Что у нас сколько там? 80, 90, 150. Да. Давай 150. 150. Замутим. Так что воды добывается. Если это 150, то нужно 20. Ох. 8 было бы 160, соответственно, 7 делаем. Такой себе. Робит. Я надеюсь, это будет работать. А, вот эту фигню можно отрубить. Отсоединяем все. И... Давай, 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 давай. Ой. И вот это у нас будет вот это кормить и вот это кормить. Потом, конечно, если конвейерная система заработает, мы тогда с вами спокойно поставим здесь доэтериевый генератор, который с... Это и работает с системой конвейерной. И можно будет нормально шить. Так, хорошо. Это мы дело сделали. Пора нам потихоньку переносить это дело в домик. Так, как и говоря. Это дело тоже можем забрать. Хорошо. Хорошо. А, я же хотел... Эмм, тету. Хранилище-то сделать как следует. Ну ладно, в хранилище мы сделаем как следует. Хранилище-то сделать как следует... Хм, мысль. Смотри. Мысль, причем, приходит... Не знаю, насколько вовремя, но она приходит. И мысль интересная. А давайте поверху пустим в том числе и... Электричество. Где, блин, электричество-то? Сейчас. Пока. Хотя... Ну да, можно для красоты. Для красоты сюда и... Хотя... Нет, нафиг надо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 так и не передает ничего ну вот это грустно ну вот здесь у меня воды просто дохер арх ну вот 80 90 90 180 и 180 плюс 180 это у нас 360 можем 360 воды захерачить на это соответственно кладет отпечаток в том плане сколько нужно вот этой фигни ну тут принципе то у нас у все есть но в принципе можно еще вот что сделать сюда тоже поставить большой этот пока давай большой не будем ставить маленький поставим кстати может быть он и решит проблему с переносом так парочку базовых каркасов надо взять и еще мне наверное нужно остальная обшивка да вот и в принципе все вот это мы разберем поставим рядом со вторым контейнером пусть себе будет не вот плане безопасности конечно не очень безопасным будет если у меня два контейнера снаружи не угод но я думаю мы пока переживем тут чего всегда можно будет еще чем построить давай смотреть 4 воды ну как тут не закидывает тут счет тем мешает почему не закидывает непонятно компактный контейнер есть средняя очистительный завод есть водяная помпа есть горная машина и кисть а вот этой фигни нету может она что-то как-то не так у нас стоит а она ведь может как-то неправильно стоит почему бы нет почему бы ей вдруг правильно неправильно бы не стоит да ой блин ну ладно с этим мы еще разберемся возможно да что в ней проблема давай просто вот эту 5 минут сюда вот так вот закинем да вот проблема в ней значит с ней делать где может быть проблема а вот и фиг узнает может быть проблема вот то что вот это не работает может теперь проблем нет компактный контейнер горная машина средняя очистительный нету ее нет хоть убейся но зато у нас дейтерия стало полно вот мы его закидываем уже два часа может работать вот это хорошо вот это хорошо мы можем спокойно себе компактном контейнере 13 вот и есть глупость какая-то конечно ну ладно будет разбираться уже в следующий раз на этом ребята все не забывайте подписываться на мой канал на мою группу на мой дискорд там все в общем то тоже публикуется все необходимое не вот оставляйте обязательный комментарий по поводу качество съемки качество звука громкости звука не буду подтягивать буду исправлять все на этом все ребята до следующего раза всем пока